А еще реальный шоппинг возвращается. Накануне после трех месяцев вынужденного отпуска в краевой столице открылись торгово-развлекательные центры. Засидевшийся Дова народ собрался у двери одного из ТРЦ задолго до его открытия. О том, как это было, какие меры безопасности соблюдены в комплексе и немного об эмоциях краснодарских модников в репортаже моей коллеги Миланы Урусовой. К долгожданной встрече в галерее Краснодар подготовились основательно. На входах установили тепловизоры. Регулярно чистят все поверхности. Вход в комплекс возможен исключительно в средствах индивидуальной защиты. Для тех, у кого их нет, поставили терминалы для бесконтактной покупки масок и антисептиков на каждом входе. Магазины для соблюдения социальной дистанции разграничили входы и выходы. А сами продавцы работают в перчатках и масках. И даже выдают их долгожданным покупателям. Несмотря на новые правила, счастью краснодарских модников не было предела. Онлайн без примерки это невозможно. Никакой онлайн не может сравниться с одеждой, которую можно примерить. Ну и посмотреть, и вообще как-то выход куда-то. Даже сам процесс. Я успела прикупить, но мне оказалось большим. Мне надо вернуть, потому что я уезжаю в другой город. Онлайн-шоппинг – это не мое. По магазинам скучали не только покупатели, но и сами продавцы. Ведь виртуальное общение при выборе никогда не заменит живого. Покупатель хочет чувствовать манящие ароматы натуральной косметики. Выход из карантина совпал со сменой сезона. И ведущие бренды одежды открылись специальными предложениями и скидками. Буквально все магазины предлагают своим покупателям очень вкусные цены. От 20% до 60% и даже 70%. И порой мимо этих красных ценников пройти просто невозможно. Ликуют все, кто дождался открытия заветных дверей. И хотя фудкорты, игровые зоны и кинотеатр все еще закрыты, купить стаканчик кофе или мороженого в стенах торгового центра можно без проблем. Сейчас вы даже к парикмахеру сможете попасть. Так что проводите время с пользой и для души. Ведь реальный шопинг вернулся в наш город.